Иван Капустин, Ник Ибах, из Новосибирска, мне 23 года. Учился в школе, учился в универе, а так ничем не занимался. Киберспорт всегда был. Я с 10 или 9 играл уже компьютерные игры. Временами бывало, бывало грузчиком работал, ну, с друзьями. Ну, я просто играл в компьютерные игры, я был хорош. Или, по крайней мере, я так думал. Я решил, почему бы и нет, особо ничего не изменилось. Ну, прибыль я начал получать уже лет 12, выигрывая турниры по Counter-Strike 1.6 в городе. Ну, они все равно относились как-то так, говорили, не играй, учись. Хотя я учился нормально. Ну, в общем, нормально реагирую. До PUBG был Counter-Strike 1.6, потом была Dota. В Dota я просто, ничего не получалось у меня. А Counter-Strike 1.6 тяжело себя, переходить к S-Gone не хотелось. Потом настало время PUBG. Ну, просто понравилась игра, почему бы и нет. Нравится игра, что-то получается, решил попробовать. Предложение от Na'Vi появилось от нашего менеджера Валерии. Сказал, а так и так, с вами хотят поговорить. Ну, вот поговорили, где-то через неделю-полторы Na'Vi приняли решение открывать PUBG-состав, куда мы и залезли в итоге. Ну, давление чуть есть. Ну, как сказать, чуть-чуть. Вообще есть давление из-за того, что организация уже довольно-таки большая фан-база. И люди ждут от тебя результатов. Так постараемся просто не замечать это, показать свой максимум. Пока не знаю, но будем, естественно, стремиться к ТОП-1. Цель ТОП-1. Никто не хотел меня видеть в своих составах, поэтому я ушел из Dota. Ну, я понимал, что я достаточно плох для игры на профессиональной сцене. И я ушел. Ну, в Доте экспериментируют с теми же двухнедельными апдейтами постоянными. Мне кажется, да. Раз игру смотрят, за финалами наблюдают, значит, все идет нормально. Я до сих пор смотрю мажоры. Наверное, нет. Теперь и сегодня. Я понимал, что мне там делать нечего. Думаю, стоит. Ну, здесь работает так, как практически в любой другой игре. Если что-то фиксят, то этим просто перестают пользоваться. Как, например, было в случае с мини. Чуть-чуть порезали скорострельность. Все, это больше бесполезное оружие. А СКС? Не знаю, у меня особое отношение к СКС. Мне это оружие не нравится. Я никогда его брать не буду. Я считаю, что ее необходимо убрать. Правильно считаю. Ну, разработчики выкатили этот патч. Перед этим в скрим-конфе в дискорде они тестировали эти настройки на профессиональных игроках. Профессиональные игроки дали им свой фидбэк. Сказали, нет, это плохие настройки, не надо. Но они все равно выкатили на лайф-сервер. В общем, взаимодействие про игроков и самих разработчиков как-то не идет. Такие настройки сервера, как они выкатывали, мне не нравится. Я считаю, все в этом плане нормально. Разве что, может быть, задать некие стандарты для компетитив-сцены. Чтобы либо у всех был тир-2 ассет. Все-таки долю рандома это добавляет. Кто-то нашел третий шлем, кто-то не нашел. В итоге он без преимущества. Ну, в паблике, я думаю, просто отсутствует матчмейкинг. Он номинально есть, но его там нет, никого рейтинга нет. Игры неинтересные становятся. В компетитиве все более привыкли к настройкам, которые уже установили в самой комьюнити профессионалов. И играют, всех все устраивают. Может быть, если попасть в это пять раз, то она должна лопаться. Режимы нравятся. Ну, если их особенно работать хорошенько, добавить выбор оружия, нормальные спауны, чтобы тебе не приходилось спать хорошо. А так, да, хороший режим для разминки, сам этого. Я думаю, падать в деревушке. И при этом, если стоит цель научиться стрелять, то не бояться сражаться. Ну, все нужно балансировать. Либо ты хочешь выигрывать, либо ты хочешь сражаться. Сразу новичок не сможет и то, и то делать. М4, SCAR, коряк. Не стреляйте за круга, когда ты в синей зоне. Лучше забегите в безопасную зону, а потом подстреляете, успеете. Не сидите в туалетах с торговиками. Не надо. Ну, я считаю, во-первых, да, это нечестно, как это было, например, на Старладере. Там выдали абсолютно всем командам инвайта, не было шанса квалифицироваться. Я считаю, это очень глупо. Ну, а все-таки, я считаю, что на большой дистанции команда будет квалифицироваться. Если она хорошая, то она будет проходить квалификации на любые ланы. Пока нет, пока игра в стадии развития. Все, абсолютно все турниры имеют разную систему проведения. Люди пытаются спробовать все новое, чтобы потом уже найти что-то оптимальное. Так что пока все идет в правильном направлении. Буду, почему бы нет. Ну, интересный, забавный формат. Просто ради фана. Думаю, нет. Никто особо не обращать внимания на аэрдропы. Только так, если вы видели его по пути, посмотреть, что безопасно его трогать, и все. Поиграть успел. В принципе, пока неплохо. Ничего точно сказать не могу. Пока все нравится. Но на турнирах, в качестве турнирной карты я не вижу ее. Хотя посмотрим, время покажет. Ну, думаю, правильно. Раз вы проводили квалификации, все отборы были и там, и там, на двух картах. Тогда почему бы и нет. Кусыная карта, ну, 50 на 50. У каждой карты, что и у Верангеля, у Ромара есть свои плюсы и минусы. Так что устраивает. Я думаю, это плюс. Все-таки турниры и условия должны быть другими. Более, таки, предпособлены для игроков. Потому что, ну, уменьшать долю рандома, грубо говоря, в игре. Кто-то не нашел патроны, кто-то не нашел оружие. Такого не должно быть. Да, влияют. Некоторые баги до сих пор остались. Например, просто при езде на трехколесном мотоцикле ты можешь перевернуться. При игре на PUBG Online я просто ушел по землю, под воду на мотоцикле. Так что баги есть, их нужно устроить. В CS GO играл буквально месяц после ее релиза. В самом начале, когда все настройки были еще более похожи на 1.6. Взял там Global и потом больше не играл. Ну, дома просто комфортно тебе сидеть на самой любимой стульчике. Но я живу в Новосибирске. У меня большой пинг во всех играх, что какую-то роль ты играет. А на Лане все игроки в разных словах. Потому что там большой плюс. Ну, не знаю. Может, пытаются найти виноватого быстрее, решить проблему таким образом. А потом выяснять, что проблема не уходит. Может, им повезло, и вдруг проблема уходит. Не знаю. Мне кажется, это менталитет такой. Что если проиграл, кто-то должен быть виноват в этом. Поэтому давайте заменим команде. Нормально. Заняли топ-2 на ПГЛе. Поменяли сразу игрока. Потому что мы недовольны были таким результатом. Неуто шутка, естественно. Играем, никаких проблем нет. Ну, я думаю, есть просто стабильные команды. Например, сейчас выделяется только команда Face, которая стабильно выступает везде, на всех турнирах. Так что, думаю, да, возможно. Все-таки игра не настолько рандомная, чтобы в каждый турнир были разные победители. Хорошей коммуникабельностью. Терпением, реакцией. Терпением. Ну, я, значит, просыпаюсь, беру, готовлю яичку, кашку, кушаю. Потом вроде как поел, неохота ничего делать. Потом сижу, просто лажу в интернете, там, видоси посмотрю. Потом уже можно и постримить, поиграть и все дела. Такого расписания какого-то нет. Расписания киберстартнина, можно сказать. Спишь, когда хочешь, ешь, когда хочешь, играешь, когда хочешь. Пока так. На турниры играю, когда надо. Все. Ну, по-разному. Когда как. Когда охота играть, трачу много. Когда не охота, не трачу вообще. Хобби? Не знаю, в баскетболе люблю поиграть. Ну, когда как. Когда заказываю, когда готовлю. Если лень, а я человек ленивый, то, скорее всего, я позвоню в доставочку, закажу себе пиццу, ну, или что-нибудь еще. И покушаю. Мое фирменное блюдо? Это макароны по-флотски, наверное. Ну, активное, наверное. Ну, я не знаю, на великах покататься, там, на лыжах покататься горным. Мне нравится. Никак. Хочу записаться в зал, все говорю. Завтра, завтра, понедельник. На следующий месяц. До сих пор не сходил. Не знаю, желание побеждать. Вспоминаю эмоции, которые испытываешь при победе. Это, наверное, мотивирует. Да нет таких, наверное. Как-то не думаю о чужой жизни. Никто не повлиял. Трудно заставить меня что-то сделать, на самом деле. Если я это не хочу, ну, или мне не нравится это, то трудно. Вот это, кстати, проблема в команде. Надо избавляться от этого. Иногда это приносит рецепт. Ну, не знаю, может, быстро реагирую на какие-то ситуации. Умею готовить макароны по-флотски. Быстро. Ну, наверное, как большинство игроков в СНГ, у меня бывает, что я пытаюсь найти недостатки в других, но я об этом знаю и пытаюсь исправить. Так что думаю, это, как-то, больше недостаток. Нет. Я нормальный. Как при чём? Типа, если выиграл, можно съесть тортик. Ну, нет такого, нет, наверное. Ну, наверное, да. Наверное, это то время, когда меня позвали в Team Empire. После того, как они хорошо выступили на The International. Ну, относительно хорошо. И когда я вступил, я очень мало времени выделял тренировкам. Я, грубо говоря, гулял. Когда нужно было тренироваться, когда это был мой реально шанс, показатели, я его пустил. Думаю, об этом и жалею. Верность, наверное, преданность. Не знаю, когда врут, наверное, неприятно. Когда ты знаешь правду, а тебе врут. Это неприятно. Ну, когда друзья говорят, пойдём гулять, я пойду, грубо говоря. А так, ну, играю, компьютерные игры, стримлю. То есть я... Нет такого, чтобы я сидел дома, мне позвонили, я говорю, не-не-не, я тут занят. Я тут видосик смотрю на YouTube, такого нет. Не знаю, преуспеть где-нибудь, ну, в киберспорте, постараться выложиться на максимум. В данном случае в PUBG. Показать, что я ещё могу. Мечты как такой пока нет. Может, что-нибудь там будет потом? Пока нет. Может, Дота опять? Если она выживет, будет Дота. Не знаю, предпринимателем может где-нибудь. Думаю, у меня есть какие-то идеи, потом буду реализовывать. Прямо одна. Как же сложно. А бункер это вещь? Не знаю, я бы какой-нибудь большой сейф выбрал и сидел бы в нем. Ну, с дырочкой сейф, чтобы дышать-то надо. Ну, что поделать. Ну, блин, сейф что-то там нечаянно, но в море еды было. Кстати, случайно там оказалось очень много макарон по-фоски. Туда бы я залез и живут. ВКонтакте, Твиттер, Саундклауд. Кевин Фламм, Кадабастани и The Survivor. Я сомневаюсь, что я столько прочитал. Пусть будут «Мертвые души», «Три мушкетера», «Двойной мир». Ну, фильм «Законоспослушный гражданин», сериалы «Лютер» и «Вспомнить, что будет». Хотя он не закончен, но он понравился. Ну, Джерри Баттлер, Том Харди, ну и пусть будет Дженни Ферренистон. Ну, ладно, «Утопия шоу», «Леон Висперер» и «Найп Абджи». Ну, Лос-Анджелес, наверное. В Амстердам бы съездить. Ну, и в Лос-Вегас. Макароны по-флотски. Дошик по рецепту «Некс». Свежий, выжатый сок из апельсина. Ну, квартира, машина. Ну, и видеокарта здесь 80i. Телефон, наверное. Еда, вода. Вперед к победе. Вконтакте, Твиттер, Твич. Ищите меня там. Передаю привет всем болельщикам, кто за нас поддерживает. Передаю привет в группе «Найп Абджи». Знаю, что вы за нас болеете. Благодарности. Спасибо нашим спонсорам. ГГБет, HyperX, Monster Energy тоже за поддержку. И спасибо организации «Найп» за то, что дали шансы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!